я нахожусь по сути в монастыре чтобы вы понимали да здесь не очень презентабельная обстановка потому что подобного рода ретриты которые я сейчас прохожу раньше назывались монашескими отречениями да и такими путешествиями в себя и проводились они в пещерах так что то что здесь еще не пещера это нормально есть даже горячая вода я нахожусь в аризоне это крупнейший в мире ретритный центр называется алмазная гора это ретритный центр геши майкла роуча геши майкл роуч это монах миллионер то есть буддийский монах который 25 лет прожил в монастырях и и что и параллельно с этим он создал в компанию алмазную компанию которую потом продал орену баффету за 250 миллионов долларов то есть вы понимаете что это человек он и монах и миллионер мы обычно привыкли думать что у нас есть что-то одно да или монах это как бы только духовная жизнь или миллионер там где у нас только светская жизнь и материальная ценность но он это совместил и я сейчас нахожусь в аризоне вот здесь очень суровая как бы такая близко к монашеская атмосфера поэтому ну вы можете увидеть на этом фоне все что угодно я не прикалываюсь вот у меня есть такая штука как клаксон она отпугивает медведей вчера к нашим соседям заползли гремучие змеи я надеюсь что мы будем этого всего избежим в этой участи а я здесь для того чтобы провести вам свою авторскую медитацию которая называется треугольник силы она будет у нас с использованием чаш тибетских чаш с использованием мант сейчас эти мантры получают особую силу потому что я прохожу этот ретрит да и усиливаю вот эти мантры мы бы могли бы не проводить вот это вот занятие но я понимаю что очень нужно это сделать потому что я здесь сейчас набрался много силы был ретрит молчания в частности были практики очень большие серьезные которые посвящены так называемому синему будди будди медицины но мы говорим не только о медицине как а здоровье тела а ну вообще о медицине вот кто-то звонит о медицине как сейчас секундочку я прошу прощения кто это все все вроде бы вот так нужно сделать о медицине да как ну как о том что мы достигаем свои цели смотрите дорогие мои эта практика пришла ко мне в испании я живу в испании сейчас временно постоянно и после того как я увидел что многие украинцы морально пострадали от войны но не только морально конечно но в частности морально и и практика которая по моих целей я ее называю треугольник силы ее можно также называть расслабляйся и достигает почему потому что те кто живут в испании знают что есть такие люди как испанцы они очень классные мне они очень нравятся но это люди которым ничего не надо есть другие люди и они тоже очень классные мне тоже они очень нравятся называются украинцы им нужно все все и сразу и вот когда есть все и сразу понимаете то есть у наших людей есть две таких тенденции до 2 2 таких силы не терпись к и терапись к это люди которые все сметает на своем пути все надо надо сделать самое лучшее и так далее и так далее но в данном случае я как бы их направляю говорю по учитесь у испанцев они все делают в расслабленности да но вместе с тем испанцы мало к чему стремятся поэтому практика треугольник силы или практика которая называется расслабляйся и достигает это такая украинской испании но это я так образно говорю вам понимаете да то есть это о том чтобы и достигать своих целей и быть при этом в расслабленности ясно да я использую мантры использую тибетские мантры и использую мантры на санскрите эти мантры помогают вам расслабиться и вместе с тем не мы не просто расслабляемся мы еще делаем кальпу кальпа это намерение то есть мы делаем намерение которое держим в голове во время медитации ну там можно будет отпустить и все срабатывает волшебным образом когда мы делаем медитацию ко мне олени уже пришли так вот мы делаем медитацию медитация треугольник силы она же расслабляйся и достигает она направлена на 4 основных сферы это здоровье это отношения это финансы и это реализация но мы знаем что тема данного саммита это прежде всего финанс поэтому дорогие мои мы уже потихонечку начинаем подгребать к теме да я вам предлагаю что сейчас сделать я вам предлагаю сформировать сформулировать свое намерение так называемую кальпу на востоке это называется кальпа намерение и подумайте сейчас о своей цели финансов какая это может быть цель я вам предлагаю значит ознакомиться с двумя машинами есть машина губораскаточная есть губозакаточная поэтому есть такое знаете я хочу очень много миллионов миллиардов денег некоторые люди так говорят но сами в это не верят поэтому это губораскаточная машина так работает чтобы ваш доход а доход заметьте доход это все что входит к нам в карман и на карточку в чистом виде после уплаты налогов так вот чтобы вот это все было плюс 30 тому что мы имеем если вы сейчас зарабатываете 100 миллионов долларов то месяц дату например поставьте себе цель моя цель да я намерен намеренно зарабатывать 130 миллионов долларов или от 130 или лучше даже от 130 миллионов долларов но может быть у вас поменьше суммы я ж не знаю вот и поэтому вот прибавьте сейчас мысленно к той сумме дохода доход это все чтоб нам входит в карман и на карточку прибавьте плюс одну треть до ну 33 процента можно примерно так это не конечно ваша сумма когда вы ее достигнете вы можете пройти еще треугольник силы или какие-то другие практики и добавлять все время так плюс одну треть одну треть одну треть я вам не предлагаю ставить временные рамки она у вас может на завтра быть на следующий день понимаете или там через месяц если у вас через месяц плюс одна треть будет а потом еще через месяц плюс одна треть вот к той сумме и так будет постоянно расти вас же будет это наверное радовать так вот поставьте примерно себе такую цель можете другую какую-то цель но сейчас мы с вами не будем работать с такой сферой как целеполагание вы сами себе можете какую-то другую цель поставить может быть у вас уже есть какая-то финансовая ваша цель вы ее знаете и ну и может вам не нужно сейчас внутри но вот у вас например она все время есть вот эта ваша картинка ваша цель можете ее себе поставить и напишите себе на бумажечке и главное в голове себе напишите я хочу намерен иметь то-то то-то с этим мы подумали да вот мы сейчас идем да уже в практику погружаемся на называется треугольник силы она состоит из пяти фаз это первая фаза фаза формирования намерения или кальпа дальше мы с вами пройдемся по неким дыхательным техникам совершенно тихонечко а это ядро практике так вот смотрите дорогие мои треугольник силы делается тогда когда люди лежат я кстати сделал здесь дай макма он цены силы на волшебном месте и а может быть из вас ляжет я не знаю какая у вас там обстановка сейчас ваших барселона очень люблю этот город так вот смотрите дорогие ваша задача вот когда я скажу начинаем постараться не шевелиться вот примите расслабленное положение подумайте что вот так вот где-то вы просидите 25 минут не шевелясь вот практика особенно классно работает если вы не шевелитесь второй момент что касается практике треугольник силы здесь важно также не засыпать следующий пункт если вы заснули или пошевелились ничего страшного но лучше она работает ну так аккумулируется энергия эта практика если кто-то из вас занимался она близко к практике нидра йога а близко но не совсем это одно и то же так вот ваша задача что сделать ваша задача ваша задача желательно не засыпать и нет шевелиться на протяжении всей практики смотрите им будем погружаться кого-то из вас 1 2 максимум трех человек может начать колбасить большинство из вас расслабиться большинство из вас погрузятся в себя запустят процессы процессы вы будете идти к цели расслабляясь потому что будет работать ваше подсознание она работает хорошо тогда когда вы расслаблены мы расслаблены да все расслаблены но может быть кого-то будет колбасе где-то может будет давить может чесаться и так далее старайтесь не реагировать на это но если вам вас сильно это допечет то как бы дышите через это допустим поясница заболела да а начни начните дышать через поясницу в крайнем случае я знаю что такое тоже может быть если вам совсем плохо тихонечко встаньте походите походите желательно даже где-то босиком если есть такая возможность но босиком например по полу и если это возникает с вами вот это колбасит вас да это называется на востоке lung lung это значит что в этот момент прорастают ваши негативные физические семена это тоже хорошо на самом деле если знаете это даже есть такое выражение среди практикующих называется лунга нула меня да то есть ну накрыла вот и вот этой волной но вы не должны бояться здесь ничего привнесенного нет это вот тот негатив экскременты которые есть внутри вас они внутри всех есть внутри меня тоже есть да они таким образом выходят я думаю что большинство из вас уже знают об этом но как-то встречались вот в общем и все вот в общем и все сейчас мы будем начинать практику еще раз займите как можно более удобное положение она будет длиться 25 минут на моих часах сейчас 11 до в 11 25 мы закончим это аризонское время и и ослабляемся кстати больше о своей о своем намерение вот об этой картинке вы можете картинка картинка вашей цели это нормально не придете нет но мы там в конце еще добавим кое-чего туда займите все мантры на ваше процветание на раскрытие вашего сердца на ваше расслабление на чтобы жить в радости и в счастье итак итак начинаем я обращаюсь каждому из вас на ты мужском роде потому что обращаюсь к духу у каждого из вас а дух у нас мужского рода сядь или ляк ровно расслабься закрой глаза почувствуй почувствуй свое тело сосредоточься на центре левой ладони и начни дышать через это место через центр левой ладони вдох вдох выдох выдох вдох выдох вдох выдох сосредоточься на центре правой ладони и начни дышать через это место, через центр правой ладони. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Сосредоточься на центре левой стопы и начни дышать через центр левой стопы. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Сосредоточься на центре правой стопы и начни дышать через центр правой стопы. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Сосредоточься на своей макушке и начни дышать через макушку. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. А теперь сосредоточься на всех пяти точках. На макушке, на ладонях, на стопах. И представь, что ты дышишь через все... Вдох, выдох, вдох, вдох, выдох. Сосредоточься на своей диафрагме. И представь, что ты выдыхаешь через диафрагму все самое худшее, все нездоровое, все, что тяготит тебя. А вдыхаешь все самое лучшее, самое свежее. И подумай о том, что твоя война самим собой, самой собой прекращена. Ам. 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok я шаги пешаги маха пешаги пешаги раджа сам гитт и сваха шаги 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 маха шаги шаги раджа сам г-шаги шаги шаги маха шаги шаги раджа сам г-шаги г-шаги ом шаги 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 ом шаги 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 ом шаги 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 ом шаги 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 ом шаги 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 ом 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 шаги 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 Ам. 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 а а а а а Продолжение следует... 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 и и становится еще больше она заполняет весь мир там благодарность которая идет из твоего сердца благодарность за то что твой запрос осуществился благодарность идет еще дальше идет из глубины твоего сердца самые дальние уголки вселенной ощути это твоя благодарность приходит раньше чем результат а теперь высшая форма благодарности поблагодарить за то что ты можешь благодарить за саму возможность быть благодарным и сделай глубокий вдох выдох потихонечку открывай глаза но если тебе хочется побывать еще в том состоянии в каком ты находишься в будь потихоньку приходи в себя постарайся сохранить сегодня это благостное состояние которое у тебя есть не расплескать не поссориться ни с кем постарайся заснуть в этом состоянии чтобы проснуться в нем же все дорогие мои медитация окончена слышу но плохо да все дорогие я отключаюсь извиняться за эти условия не буду потому что по сути это из нашей пещеры такой знаете прямой репортаж все я знаю что мы с вами увидимся скоро